Что такое осень? Это небо, плачащее небо под ногами, в лужах разлетаются птицы с облаками, как пел незабвенный Юрий Шевчук. Ну а для нас осень это еще время традиционного подведения итогов Европейского конгресса кардиологов, который уже многие годы проходит в разных городах Европы и даже в Лондоне, как в этом году, на стыке августа и сентября, знаменуя собой подведение итогов года уходящего учебного и начала нового сезона. Европейский конгресс кардиологов – это самое авторитетное, самое мощное мероприятие кардиологического профиля в мире. Смотря на то, что это конгресс европейский, он собирает около 40 тысяч делегатов со всего мира. И здесь, как правило, мы видим представление самых интересных, самых важных клинических рекомендаций и клинических исследований. Сегодня я попытаюсь объять необъятные на протяжении полутора часов рассказать о том, что я видел на Европейском конгрессе кардиологов 2024. Мы поговорим о новых клинических рекомендациях по артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий, хроническим коронарным синдромам, периферическому атеросклерозу. Конечно, достаточно кратко, в телеграфном стиле, с практическими какими-то нюансами, с практическими лайфхаками. И обсудим основные клинические исследования. Итак, давайте начнем. Я с удовольствием декларирую отсутствие конфликта интересов, связанных с этой лекцией. И выражаю благодарность своим коллегам, которые помогали в переводе материалов. Иначе ничего бы этого не было, потому что огромное количество материалов на английском языке, их нужно было адаптировать. Но мы почти все успели. И, конечно, мы работаем в прямом эфире, а это значит, что в любой момент вы можете задать вопросы. И я постараюсь на них ответить. Ну, а если не смогу ответить сразу, может быть, где-то я недостаточно тщательно читал рекомендации или исследования, я обязательно на них отвечу позже. И пришлю вам ответ по электронной почте, а вы мне можете прислать эти вопросы по электронной почте, которые появятся в самом конце. Итак, давайте начнем. Первая рекомендация, которая, как вы понимаете, мне ближе всего, это документ, посвященный артериальной гипертензии. Казалось бы, мы всего лишь в прошлом году обсуждали какие-то новые рекомендации по гипертонии. Но дело в том, что в прошлом году поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, точнее, Европейское общество артериальной гипертензии, которое на протяжении 25 лет бессменно делало эти документы. Недаром на этом слайде вы видите этот переход от 99 года, от легендарных рекомендаций, действительно легендарных ВОЗ и Международной организации по изучению артериальной гипертензии, к новым рекомендациям. Так вот, все предыдущие 25 лет, включая прошлогодние рекомендации ESH, Европейское общество по артериальной гипертензии, они были подготовлены итальянской группой авторов под руководством покойного профессора Альберто Занчетти и Джузеппе Манчия. В этом году рекомендации Европейского общества кардиологов, то есть такие большие рекомендации, это принципиально новый документ, который подготовлен абсолютно другой командой авторов во главе с двумя профессорами, молодыми профессорами из Ирландии. И вот давайте посмотрим, что у них получилось. У них получилось, на мой взгляд, очень здорово. Они прежде всего смогли стряхнуть ту пыль, которая накапливалась за предыдущие четверть века, и посмотреть по-новому на проблему артериальной гипертензии. Итак, что мы потеряли, что ушло в этих рекомендациях, к чему мы успели привыкнуть? Во-первых, вот эта знаменитая классификация артериальной гипертензии, она имеет мало смысла, чем отличается лечение гипертонии второй степени от гипертонии третьей степени? Ничем. Да и вообще сами по себе степени это офисное давление у нелеченного пациента. Много ли мы с вами видим нелеченных пациентов? Конечно же нет. Наконец ушла в прошлое, ушла в историю вот эта градиентная шкала оценки риска, которая впервые появилась как раз в 1999 году, вот в тех самых рекомендациях ВОСМОК. Опять же, она была хороша для своего времени, но с появлением системы SCORE, с появлением шкал SCORE и SCORE-2, и с переходом на стратификацию риска по SCORE-2 для первичной профилактики, эта шкала потеряла свою ценность, потеряла смысл и стала обузой, и так ее мы утратили. И, наконец, вот эта странная достаточно таблица с попыткой индивидуализации, персонализации целевого артериального давления, где меня, например, больше всего удивляло обособление пациентов с ХБП. Вот она тоже уходит в прошлое. Ну, право же, ХБП – это прежде всего гипертония у больного с диабетом или диабет у больного с гипертонией. Больные наши коморбидные. У нас каждое второе мероприятие, каждая вторая конференция называется «Лечение коморбидного пациента с факторами риска». Так вот, зачастую больной с гипертонией, с диабетом, с ХБП, с СВС, с инсультом – это один и тот же человек. Не может он разорваться на умных и красивых. Итак, это мы потеряли, а что же мы приобрели? Мы приобрели очень простую и очень практичную, как мы с вами увидим, классификацию артериального давления. Даже не артериальной гипертензии, артериального давления. Она очень похожа на классификацию диабета. Там всё просто, точнее, классификацию углеводного обмена. Есть нормогликемия, есть сахарный диабет и есть серединка, которая называется преддиабет. Норму не надо лечить, диабет надо лечить, преддиабет может быть. То же самое и здесь. Нормальное артериальное давление, меньше чем 120 на 70. Артериальная гипертензия, 140 на 90 и выше при офисном измерении артериального давления. А есть серединка, которую авторы назвали повышенное артериальное давление, Levated Blood Pressure. Я бы, наверное, если бы был редактором перевода, я бы, наверное, назвал её предгипертонией или предгипертензией. Потому что, строго говоря, 180 на 100 это тоже повышенное артериальное давление. Но это вопрос терминологии, это как мы договоримся. Но самое главное, есть норма, есть абсолютная патология артериальной гипертензии и есть вот эта серая зона. Для чего такое деление? Об этом чуть позже. Классических три метода измерения давления. Офисное давление – это то, что мы делаем с вами на приёме или в стационаре. ДМАД – это домашнее мониторирование, это самоконтроль давления. И суточное мониторирование артериального давления. Для каждого свои нормы. И вот здесь есть нюанс. Казалось бы, ну что можно нового написать про офисное измерение артериального давления? Уж это-то мы учимся делать на третьем, на четвёртом курсе мединститута. Обратите внимание на новую позицию, которой нам придётся привыкать, которую нам придётся принимать. Я уже потихонечку начал это делать на приёме. Я думаю, если я ещё несколько раз прочту эту лекцию, то буду это делать точно уже в отношении почти что каждого пациента. Оценка ортостатической гипотензии при первичном приёме и при решении вопроса о коррекции терапии. Ведь мы же чего боимся? Нередко мы боимся гипотонии. Мы боимся перелечивания пациентов. Мы боимся лечить пациентов пожилого возраста со старческой остыней. Мы стараемся лечить их осторожно. Как спрогнозировать риск гипотонии? Дать пациенту посидеть, а потом попросить его встать у стены и через минуту померить артериальное давление. Если давление снизилось на 20 на 10 мм тутного столба, это ортостатическая гипотензия. Значит, этого пациента нужно лечить аккуратнее с монотерапии, с низких доз и так далее. Итак, оценка ортостатической гипотензии – это обязательное мероприятие при измерении офисного давления. Ну, всё остальное так же. Так вот, зачем эта классификация? Вернёмся к классификации. А ровно для того, чтобы понять, как вести себя в отношении этого пациента. Нормальное давление не лечим, артериальная гипертензия лечим, предгипертония может быть. Стратифицируем риск и решаем, нужно ли этого пациента лечить. Кстати, посмотрите, раздел артериальной гипертензии. Лечить всегда, сразу. У нас была лазейка. Все прошлые версии рекомендаций говорили, «Если к тебе пришёл больной с первой степенью артериальной гипертензии, молодой, без дополнительных факторов риска, дай ему шанс, убери ему солонку со стола, похудей его, увеличь ему физическую активность». Удавалось вам это сделать? Мне тоже. Очень редко. К сожалению, при установленном диагнозе артериальная гипертензия, только модификация образа жизни крайне редко даёт эффект, в лучшем случае позволяет оттянуть сроки начала антигипертензивной терапии. Сейчас в новых рекомендациях говорится, поставил диагноз артериальная гипертензия, занимайся модификацией факторов риска, но начинай пациента лечить. А вот в зоне серы, в зоне повышенного давления или в зоне предгипертонии, вот там лечение возможно для некоторой категории пациентов высокого риска. Что это за пациенты? Это пациенты с высоким риском по шкале СКОР-2 или СКОР-2 диабет, а там они чаще всего все высокого риска, или имеющие дополнительные модификаторы риска, такие как известные нам по системе СКОР, сейчас не путайте шкалу СКОР с глобальной системой СКОР, то есть наличие, помните, наличие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сердечной недостаточности, ХБП, сахарного диабета, семейной гиперхолестериномии, тяжелого поражения органов в мишени, автоматически делает пациента пациентом высокого, а иногда и очень высокого риска, не требует дальнейшей стратификации риска, и, собственно, в данной ситуации требует лечения. Причем здесь иногда мы будем лечить уже не гипертонию. Ну, например, пришел больной с ИБС, даже перенесший инфаркт миокарда с давлением 135. Назначим мы ему ингибитор АПФ, назначим мы ему бета-блокатор. Скорее всего, это приведет к некоторому снижению артериального давления, но в данном случае мы будем лечить ИБС. Придет больной с ХБП, дадим мы ему ингибитор АПФ, дадим мы ему глифлозин, дадим мы ему феноренонс для нефропротекции. Конечно, это дополнительно снизит артериальное давление. Дополнительные факторы риска с правой стороны хорошо известны. Семейный анамнез, хронические воспалительные заболевания, социальная депривация, ВИЧ, психические заболевания. А с левой стороны не очень может быть привычный нам женский фактор риска. Знаете, кто лучше всего собирает гинекологический анамнез? Ну, кроме гинекологов, конечно. Студенты третьего курса. Восхищаешься, как студенты третьего курса, у пациентки 80-летней выясняют всё, от первой менструации до страшно сказать чего. Так вот, оказывается, сбор гинекологического анамнеза у пациентов с артериальной гипертензией, точнее, у пациентов с предгипертонией, это тоже полезная вещь, поскольку отягощённый акушерский анамнез может быть сердечно-сосудистым фактором риска. Ну, насколько мы будем подробно следовать этому чек-листу, вот уж не знаю, но, во всяком случае, идея понятна. Нормальное давление не лечим, артериальная гипертензия лечим, серединка, стратифицируем риск. Ну и, наконец, о главном. Целевое артериальное давление. Посмотрите, пожалуйста, здесь в крупной рамке первый класс целевое систолическое артериальное давление для всех 120-129 мм штутного столба, то есть меньше 130, но желательно не меньше 120. Для всех. Для больных с ЭБС, с инсультом, с сахарным диабетом, с хронической болезнью почек, ну, естественно, вы зададите два вопроса. Первый вопрос. А диастолическое? А почему такой акцент на систолическое? Ну, на этот вопрос ответить проще, потому что все исследования последних лет, прежде всего спринт, прежде всего степ, это были исследования, прогнозы, привязанные к систолическому артериальному давлению. С одной стороны. С другой стороны, да, диастолическое давление, оно вторичто. То есть, рекомендации, конечно, дают нам эти цифры. Они говорят, желательно, чтобы диастолическое давление, оно было 70-79 мм штутного столба. Ну, мы говорим, ну, подождите, есть же изолированная систолическая гипертония, есть же изолированная диастолическая гипертония. Приоритет в данном случае отдается систолическому давлению. Потому что, согласитесь, у нас не так много инструментов, чтобы отдельно регулировать систолическое и диастолическое давление. Второй нюанс. А есть ли пациенты, которым нужно снижать давление более осторожно? Конечно, есть. Конечно, есть. Это прежде всего популяция 85+. Это популяция пациентов со старческой астенией, хрупкие, больные. Об этом речь пойдет впереди. И, кстати, к этому рекомендации привлекают наше с вами внимание. И другие пациенты, которым по какой-то причине мы не хотим снижать давление так агрессивно. Рекомендация – это рекомендация, это не приказ. Ну, например. Например, пациенты, они не часто бывают, но бывают. Опять же, кстати, смотря где вы работаете. Например, пациенты с двусторонним стенозом в рахиоцефальных артерий. Там тут 70, тут 80. Оперировать никто не хочет, больной не хочет. Явно совершенно не нужно снижать таким пациентам давление до таких значений. Поэтому вот такой подход к оценке целевого артериального давления. 120-129 на 70-79. Большинству пациентов. Но при этом помню, что есть группа больных, которых нужно лечить более аккуратно. Не медикаментозное лечение. Здесь принципиально все позиции нам хорошо известны. Обратите внимание, кстати, честно, авторы рекомендации написали. Отказ от курения – это классно. Это снижает сердечно-сосудистый риск, но не снижает артериальное давление. Это действительно так. По поводу калия и натрия. В тексте документа припоминается исследование ССАСС, которое мы с вами в прошлом году обсуждали. Это китайское исследование, в ходе которого части китайских пациентов, точнее китайских жителей, потому что это были не пациенты, строго говоря, изымали у них из домов обычную соль, хлорид натрия, выдавали им соль со сниженным содержанием натрия, где 25% соли поменяли на хлорид калия. Это приводило не только к снижению давления, но и к снижению частоты инсультов. Поэтому вот такая рекомендация, она тоже в тексте фигурирует, и можно её, в общем-то, использовать. Ну и, наконец, принципиальная схема фармакотерапии. Что поменялось здесь? Ну, конечно, прежде всего, скажем, что нового группы антигипертензивных препаратов не появилось, и пока ещё несколько лет не появится, хотя чуть позже я расскажу, что нас ждёт в плане лечения гипертонии. Итак, монотерапия, всё, места ей всё меньше и меньше. Для кого мы рассматриваем монотерапию? Первое, для пациентов с предгипертонией. Второе, это как раз пациенты 85+, старческая астения и ортостатическая гипотензия. Помните, мы с вами в начале приёма пациента мы пытались выяснить, есть ли у него ортостатическая гипотензия. Вот если есть, то мы тоже начинаем лечить аккуратно. Большинство пациентов мы начинаем лечить с двух препаратов, назначая низкие дозы двойной терапии. Блокатор 1 плюс антагонисты кальция или диуретики. Второй шаг. Не повышение двойной терапии до максимума, а переход на низкодозовую тройную терапию. А вот если этого не хватает, переход на максимально переносимые дозы тройной терапии. Вот такой немножко новый подход. Обратите внимание, здесь исчезла вот эта обязательная рекомендация, давай там 2-3 таблетки в виде фиксированной комбинации, обязательно с минимальным числом таблеток. Хорошая рекомендация, она в принципе правильная, но, к сожалению, мы понимаем, что у нас не все молекулы, они существуют в виде там двойных, а уж тем более тройных препаратов. Ну, так, такова реальность. И по-прежнему бета-блокаторы стоят в стороне, их можно добавить, но если у больного есть сердечная недостаточность, фибрилляция предсердия, ишемическая болезнь сердца, а не просто так, потому что нам так захотелось. Здесь в этом плане бета-блокаторы свою позицию уж явно не увеличили. Вот это интегральная схема ведения пациента с различными цифрами давления. Еще раз, нормальное давление наблюдаем, артериальную гипертензию лечим, не забываем про скрининг вторичной гипертонии. Об этом сегодня не буду много говорить, иначе все полтора часа мы будем обсуждать одну гипертонию. И повышенное давление предгипертонии – это стратификация риска и решение вопроса о лечении, возможно, как раз с использованием монотерапии. Довольно мелкий слайд. Я прекрасно понимаю и прошу прощения тех, у кого этот слайд плохо читается на экране. Я не буду его подробно комментировать. Это тема отдельного разговора. Я очень надеюсь, что обязательно когда-нибудь мы в студию Первого МедТВ, может быть, во время нашей регулярной конференции кардио-дебаты, мы пригласим гириаторов и с ними поговорим на тему старческой астении. Но вот что важно, что вот эти гипертонические рекомендации, они привлекают внимание к проблеме старческой астении и необходимость оценки хрупкости пациентов, то есть тех, у кого, еще раз повторю, повышается риск ортостатической гипотонии, тех, кого нужно лечить аккуратнее, с более либеральными целевыми значениями. Потому что ведь действительно человечество изобрело огромное количество препаратов для снижения давления и ни одного препарата перорального для повышения давления. Ну, почти что. Резистентная артериальная гипертензия. Три и более препаратов, один из которых диуретик, не достижение целевого артериального давления. Что здесь нового? Ну, пожалуй, две позиции. Первая позиция к спиронолактону добавился эплеренон. Если помните, в прошлых рекомендациях там было четко назначить спиронолактон. В общем, понятно, почему было так. Для спиронолактона исследований очень много предрезистентной гипертензии, но уже опыт применения эплеренона при артериальной гипертензии у человечества есть, поэтому его тоже можно использовать. Единственная такая ремарка от меня. Доза эплеренона при лечении гипертонии должна быть выше. Если в сердечной недостаточности мы назначаем препараты один в один, то для лечения гипертонии примерно 25 мг спиронолактона соответствует 50 мг эплеренона. Позиция номер два. Подняли класс рекомендаций для ренальной донервации. В прошлых рекомендациях был класс С. Не рекомендуется до появления новых исследований. Эти исследования появились. Сейчас уже понятно, что ренальная донервация работает. Не очень сильно, как один препарат, но тем не менее она существует. Другой вопрос, что, к сожалению, в России технически, организационно сейчас почти что негде это сделать. Но поживем, увидим. И прежняя позиция, я об этом очень часто говорю, и опять же, воспользуясь случаем, повторюсь, это отсутствие понятия неосложненный гипертонический кризис, повышение давления до того, что мы раньше называли третья степень, повышение 180 на 110 и выше, не сопровождающиеся симптомами или малосимптомные. Это не реанимационная ситуация. Это не то, что требует там сублингвального, парентерального введения препаратов. Это не экстренная ситуация. Этих пациентов нужно лечить как обычно, обычными схемами терапии, объяснять им, что происходит, назначать седативные препараты, если это уместно. Обратите внимание, вот последний пункт, он отражает такую ситуацию, с которой мы очень часто сталкиваемся. Нас просят посмотреть пациента перед операцией. Мы его смотрим, есть гипертония, корректируем гипертонию, корректируем артериальное давление, отдаем пациента хирургам. Хирурги его снимают со стола, говорят, вы больного не подготовили, у него на столе давление 180. Пациент возвращается к нам на приеме давления 120 на 80, делаем монитор давления, суточное давление идеальное, возвращаем хирургам, больной не подготовлен, давление 180. Патовая ситуация. Для нас она патовая, потому что у нас нет возможности консервативно предупредить вот этот подъем давления, связанный с предоперационным стрессом. Поэтому лечите больного седативными препаратами, назначайте ему транквилизаторы, усыпляйте его буквально в предоперационной палате, и будет вам счастье. Вот о чем идет речь. Повышение давления сплошь и рядом вторичное, и требует больше противотревожной, чем антигипертензивной терапии. Обещал рассказать два слова, что нас ждет впереди. Три класса препаратов сейчас проходят третью фазу клинических исследований. Два из этих трех класса – это препараты, которые будут влиять на ренин ангиотензиновую систему. Ингибиторы альдостерон синтетазы – бакс-драстат и лорун-драстат. Препараты, как следует из названия класса, блокирующие синтез альдостерона, придется им, мне кажется, непросто, потому что им предстоит конкурировать с очень недорогим спиронолактоном, с относительно недорогим аплериноном и фенариноном. Поживем – увидим. Они уже будут претендовать на занятую нишу. Еще интереснее, конечно, препарат, который выключает, вырубает ренин ангиотензиновую систему от щитка – это зилибесиран, малоинтерферирующий РНК, препарат, который вводится раз в полгода, ингибирует синтез ангиотензиногена. С одной стороны, хорошо заманчиво лечить гипертонию уколом раз в полгода, с другой стороны, мы понимаем, что монотерапия – это скорее исключение. Идти на такое сложное лечение, чтобы потом еще все равно каждый день принимать диуретико-антагонист кальция – ну, странно. И, наконец, апрацетентан – антагонист анателиновых рецепторов. Сейчас этот класс препаратов используют для лечения легочной гипертензии. Апрацетентан проходит исследование у больных с резистентной гипертонией. Вот это то, что, скорее всего, рано или поздно выйдет на рынок, но поживем, увидим, насколько широко мы будем это использовать. Боюсь, что не так уж и широко. Итак, это была артериальная гипертензия. Двигаемся дальше. У нас еще программа большая. Основной ключевой алгоритм, который провозгласили авторы рекомендации, алгоритм CARE, давайте его разложим на буквы. Итак, C – это управление сопутствующим. Concomment – это сопутствующее. Это модификация сопутствующих заболеваний, факторов риска. То есть, это актуализация проблемы фоновых и сопутствующих заболеваний. Ну, действительно, больной с фибрилляцией предсердия, лечи гипертонию, лечи сахарный диабет, лечи сердечную недостаточность, лечи ожирение, лечи синдром обструктивного апноэ сна, забери бутылку водки. Такие вещи достаточно очевидные. Здесь это, скорее, такая некая декларативная позиция, хотя, собственно, конечно, все это нужно лечить. Буква А – это, наверное, самое важное. Это то, по поводу чего мы регулярно встречаемся. Avoid – избегай. Ну, букву А можно еще перевести как антикоагулирует. Конечно, фибрилляция предсердий – это, прежде всего, антитромботическая терапия, а точнее антикоагулянты. Что здесь интересного? Давайте в телеграфном стиле сейчас будут здесь в режиме анимации появляться плашечки. Итак, пациентам с фибрилляцией показаны антикоагулянты. Кто бы сомневался. Следующее. Шкала ЧАС-2ВА. Потеряли пол. Помните, мы уже сколько лет говорили, что пол не играет самостоятельной роли. И вот это вот все время оговорки. Вот три балла у мужчин, четыре балла у женщин. Там один балл у мужчин, два балла у женщин. Вот, наконец, для того, чтобы не спотыкаться все время об этот пол, который, как оказалось, не так уж и важен, взяли и последнюю букву отрезали. Поэтому все остальные компоненты такие же, а пола уже нет. То есть, соответственно, подсчитывать баллы по шкале ЧАС-2ВА проще. Шкала стала такая гендерно-нейтральная. Антикоагулянты нужны пациентам с фибрилляцией предсердия и гипертрофической кардиомиопатией или амилоидозом, независимо от шкалы ЧАС-2ВА. Принято. Переоценка рисков динамики. Ну, понятно, за время пути собака может подрасти, и, конечно, может количество этих баллов прибавляться. Поэтому, если сначала было, например, 0 баллов, то это значит, что все равно может пациент повзрослеть. Короче говоря, эти риски надо переоценивать. Один балл по-прежнему рассмотреть антикоагулянты. Ничего не поменялось. Вот это интересная история. Про это долго можно разговаривать. Про субклиническую фибрилляцию предсердий. До недавнего времени все попытки лечить антикоагулировать субклиническую фибрилляцию предсердия они не трансформировались в прогноз. Но вот недавняя январская исследовательная ортезия по апексабану впервые показала, что у пациентов со случайно выявленной, такой оккультно выявленной регистратором фибрилляции предсердия все-таки прок в антикоагуляции есть. Хотя уровень доказательности видится такой 2Б. То есть очень аккуратненько. Антиагрегантам нет. Они не могут быть альтернативой. Это мы знаем тоже давно. Есть фибрилляция предсердия. Никакого аспирина, клопидогрела. Если речь не идет о комбинированной терапии пациентов в первый год после инфаркта миокарда. Форма фибрилляции предсердий по-прежнему не имеет значения. Пароксизмальная, персистирующая, постоянная. Всяк надо антикоагулировать. Снижение дозы по четким показаниям. Это мы постоянно об этом говорим во время наших семинаров, посвященных антикоагулянтной терапии. Снижать дозы антикоагулянтов нужно очень строго по инструкции, а не по нашему, в кавычках, милосердию. Оценка риска кровотечений. Конечно, нужно оценивать модифицируемые факторы риска кровотечений, что-то с ними делать, но при этом использование шкал для оценки риска кровотечений не рекомендуется. Нет ли здесь противоречий? Ни малейшего. Кстати, очень интересная эволюция отношения к шкале Хезблетт. Впервые, как многие, наверное, помнят историю, в 2012 году произошла такая вот революция в антикоагулянтной терапии фибрилляции предсердия, и тогда была предложена шкала, тогда еще шкала ЧАЦ была, ЧАЦ-2-ВАСК, она уже станет в году 16-м, и тогда же появилась шкала Хезблетт. В рекомендациях 16-го года сказали, не надо использовать шкалу Хезблетт. В рекомендациях 20-го года ее опять вернули. В рекомендациях 24-го сказали, не надо использовать шкалу Хезблетт. И я, кстати, с этим утверждением совершенно согласен. Потому что, если мы посчитали риск по шкале Хезблетта, получили высокий балл, то интуитивно нам хочется уберечь пациента от риска кровотечения, и мы начинаем занижать дозу. А этого дела не нужно. Нужно модифицировать возможные факторы риска кровотечения, лечить гипертонию, выяснять анамнез употребления НПВП, отбирать у пациента НПВП, следить за тем, чтобы пациент там, где это не нужно, не использовал параллельно аспирин, алкоголь, лобильное МНО. То есть, все то, о чем мы регулярно говорим, но считать баллы по шкале Хезблетт, в общем-то, не нужно. Но это дополнение, это продолжение предыдущей схемы, плюс лечение всех тех состояний, которые могут увеличивать риски кровотечения. Это и диабет, это и тромбоцитопения, это и хроническая болезнь почек, и онкологические заболевания. В общем, подробно мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. У нас еще впереди на канале много программ, посвященных антикоагулянтной терапии. Но пока главное, что шкала оценки риска не рекомендуется. КЕР. Помните алгоритм КЕР? Так, буква С, буква А, буква Р. Р – это ритм и рейт, то есть частота и контроль ритма и улучшение качества жизни, решение вопроса либо о ритмурежающей терапии, либо об антиаритмической терапии, о конверсии ритма. Что здесь нового? Во-первых, пожалуй, наверное, не самое новое. Это такой достаточно взвешенный подход к восстановлению ритма. Если у пациента нет нарушений гемодинамики, то необязательно сходу же тут же восстанавливать ритм, можешь подождать. Но если ты решил восстанавливать ритм, то тебе на это дается уже не двое суток, как было раньше, а 24 часа. Вот это новая позиция. Это мнение экспертов. Обратите внимание, уровень доказательности С – это мнение экспертов. Но, тем не менее, мне довелось присутствовать на представлении этих рекомендаций. Эксперты говорили, что мы исходили из позиции безопасности. В 48 часов может сформироваться тромб, поэтому предел для неподготовленной кардиоверсии, если пациент не получает антикоагулянты, если вы не делали ЧПЭКО, это 24 часа. Еще раз, в старых рекомендациях было 48. Ну и, наконец, последняя часть Е – это эволюэйшн, это оценка. Ну, это, опять же, такая декларативная позиция, что за пациентом надо наблюдать, время от времени переоценивать риски. В общем, здесь тоже ничего нового особенно нет. Вот такая вот фибрилляция предсердий. Конечно, я, как вы понимаете, я взял отсюда, ну, наверное, такие самые практические вещи, потому что, конечно, там еще много посвящено и немедикаментозным методам лечения, радиочастотной, криоабляции, гибридной абляции. Но это тема тоже отдельных разговоров, может быть, даже с интервенционистами. Хронические коронарные синдромы. Второй пересмотр этих рекомендаций. В 2019 году появился сам термин – хронические коронарные синдромы, который мы иногда так привычно называем хроническое ИБС. Я не буду останавливаться подробно на такой концептуальной части этих рекомендаций, на диагностике. Она, строго говоря, довольно непроста. Опять же, понизилась позиция классического трэдмил-теста. Вы помните, что трэдмил, в общем, не очень такая чувствительная, специфичная штука. Понизилась в пользу визуализирующих методик. То есть, лучше делать стресс-эхо. Ещё лучше делать стресс-цинтиграфию для оценки стресс-индуцированной ишемии миокарда. Но я остановлюсь на новых позициях, посвящённых консервативной терапии. Итак, конечно, антитромботическая терапия ИБС – это отдельные большой разделы. Там много картиночек, много таблиц. Но мне хочется обратить ваше внимание на вот эту позицию. У пациентов с хроническим коронарным синдромом в виде перенесённого инфаркта или чрезкожного коронарного вмешательства клопидогрелл может быть эффективной альтернативой монотерапии аспирином. То есть, мы многие годы, многие с 2000 года, мне кажется, с момента появления клопидогрелла говорили, что аспирин – это наше всё, а вот клопидогрелл – это препарат резерва для тех, кто по каким-то редким экзотическим причинам не переносит аспирин. Например, у пациента аспириновая астма. Таких больных мало. Здесь исследования показали, и, собственно, это не в данном случае, обратите внимание, это 1А, это не мнение экспертов, это не С. Это результат действительно большого исследования. Клопидогрелл может быть эффективной альтернативой, он совершенно не хуже, не опаснее, чем ацетилсалициловая кислота. Ну, вот это, мне кажется, важная позиция. Гиполепидемическая терапия. Здесь, в принципе, все рекомендации, они соответствуют тому, к чему мы пришли последние годы. То есть, целевой ЛНП меньше, чем 1,4, плюс снижение ЛНП больше, чем на 50%. Помните, что такое плюс? Это значит, что если мы начинаем лечить больного, допустим, с ишемической болезнью сердца, а у него ЛНП-2 исходно, то мы должны снизить его не до 1,3, что меньше, чем 1,4, а до 1. Вот о чем идет речь. Высокоинтенсивная терапия статинами до максимально переносимых доз. Значит, не надо раскачиваться, не надо там пятерочка, десяточка, двадцаточка. Посчитать очень просто. Статины снижают ЛНП на 50% в максимальной дозе. Если вам надо снизить в половину, делите на 2, давайте максимальную дозу статины. Там 8 статорва, 40 розового. Если вам нужно больше, больше, чем 50%, комбинируйте с азотемибом. Бемпидоевая кислота – новый холестерин, снижающий препарат, ЛНП-снижающий препарат. Он влияет на синтез холестерина, блокируя фермент АТФ, цитрат лиазу, и может оказаться эффективным вместе с азотемибом. Препарат, скорее всего, в России в ближайшее время будет. Пока его еще нет. В рекомендациях он есть. В мире бемпидоевую кислоту применяют. Ингибиторы PCSK9 – да. Обратите внимание, здесь нет инклисерана. Вот тоже может возникнуть вопрос, почему. Мы довольно часто говорим о том, что инклисеран есть. Вот он уже есть в России. Он даже, по-моему, внесен в список ЖНВЛ. Но по инклисерану справедливости ради не закончилось исследование третьей фазы. То есть мы уверены почти, что все будет хорошо, но исследование еще пока не завершилось. Поэтому здесь инклисерана нет. Но это дело следующих рекомендаций. Препараты, которые исходно создавались как сахароснижающие, а теперь уже ушли в кардиологию, глифлозины и агонисты ГПП-1 нашли свое место. Если это пациент с сахарным диабетом, ему обратите внимание, независимо от целевого гликогемоглобина и независимо от сопутствующей сахароснижающей терапии, нужно назначить ингибитор НГЛТ-2 или агонист рецепторов глюкогоноподобного пептида. А у пациентов с ожирением можно рассмотреть назначение семаглутида, который сейчас тоже в России появился в виде двух, как минимум, а даже, по-моему, и в ближайшее время трех дженериков. И вот это новая позиция. Вот это новая позиция, на которую я хочу заострить ваше внимание. Противовоспалительная терапия атеросклероза. Уровень 2А. Это достаточно высокий уровень. То есть это скорее нужно. Нужно рассмотреть вопрос назначения. Низкая доза колхицин. 0,5 мг в сутки. В России колхицин есть. Он доступен. Формально это пока оффлейбл, но это вопрос времени. То есть для пациентов с недостаточно модифицируемыми факторами риска, с повторными событиями, которые, например, несмотря ни на что продолжают курить, у которых не удается достичь целевого ЛНП, можно рассмотреть назначение низкой дозы колхицин. Ну, в общем, мы с коллегами уже потихонечку начинаем это делать. Вот это, наверное, из практических таких вещей, мне кажется, это самая интересная новость. Что ж, двигаемся дальше. И четвертые рекомендации. Рекомендации по периферическому атеросклерозу. Конечно, я не буду подробно останавливаться на всех разделах. Периферический атеросклероз – это поражение всех сосудов, начиная от брахиоцефальных, заканчивая артериями нижней конечности. Там есть нюансы по тактике ведения, разумеется. Это проблема междисциплинарная, которую рассматривают не только кардиологи, но и сосудистые хирурги. Конечно, очень важно, чтобы мы работали с ними вместе. И опять же, здесь мне хочется привлечь внимание к гиполепидемической терапии. Знаете, для кардиолога гиполепидемическая терапия атеросклероза, в общем, это не беном Ньютона. То есть, мы научились назначать высокие дозы статинов, мы научились назначать высокие дозы статинов с азотемибом, мы знаем о существовании ингибиторов PCS-9, инклисирана, мы знаем о том, что бемпедоевая кислота на подходе. И это мы проделываем в отношении наших больных с ишемической болезнью сердца, с коронарным атеросклерозом. Но, к сожалению, когда у пациента возникает атеросклероз сосудов ног, то кардиологи им, ну, если занимаются, то по каким-то своим делам, а периферический атеросклероз у нас традиционно лечат хирурги. Ну, мне кажется, что мы не должны отдавать хирургам такую важную вещь, как консервативное лечение атеросклероза. Потому что, право же, у них это получится, скорее всего, хуже. А цели лечения атеросклероза у пациента с атеросклерозом сосудов ноколя, брахиоцепальных артерий или почечных артерий ровно такой же, как и цели лечения ишемической болезни сердца. Целевой ЛНП меньше, чем 1,4. Комбинированная высокодозовая гиперэпидемическая терапия. Обратите внимание, триглицериды, гипертриглицеридемия, добавление препаратов омега-3 и козапентоеновой кислоты. Но, впрочем, вот эти 2 грамма икозапентоеновой кислоты, это препарат ВАСЦЕПа, который в России не зарегистрирован. Потому что то, что у нас есть, под названием АМАКОР, это комбинация икозапентоеновой и додекозагексоеновой кислоты. Это не совсем то, о чем идет речь. Но, в конце концов, для лечения гипертриглицеридемии это тоже можно использовать. Гиперэпидемическая терапия периферического атеросклероза это основа лечения. Потому что можно сколько угодно оперировать пациентов, там шаг за шагом, вставить стенты, шунты, но все равно атеросклероз будет прогрессировать. Антитромботическая терапия. Здесь 3 сценария, я прошу прощения, здесь мы уже не успели доперевести, но, может быть, это и не самое важное, то, что нужно, я перевел. Так, есть 3 варианта лечения. Первое. Для пациентов невысокого ишемического риска классическая монотерапия антиагрегантом. Ацетилсалициловая кислота или клопидограл. Второй крайний вариант для пациентов с фибрилляцией предсердий это монотерапия пероральным антикоагулянтом. Ну, то есть, например, тоже частый вопрос, скажем, у пациента там стеноз сонной артерии 50% и фибрилляция предсердий. Какая терапия ему нужна? Что, ему нужен аспирин за сонной артерией и антикоагулянт за фибрилляцию предсердий? Нет. Ему нужна монотерапия антикоагулянтом. Это как бы джокер, это козырь, который перебивает потребность в ацетилсалициловой кислоте. Второе. В серединке, вот это вот желтое, вот то, что мы, собственно, выделили, пациенты с высоким риском, то есть, это многососудистое, прежде всего, поражение, это поражение нескольких сосудистых бассейнов, это повторные ишемические события для этих пациентов с уровнем 2А, то есть, это, опять же, апгрейд рекомендации, это повышение класса рекомендаций, пациентам с высоким ишемическим и невысоким геморрагическим риском, с синусовым ритмом, я подчеркну, это очень важно, показана комбинация аспирина с низкими дозами ревероксабана 2,5-2 раза. Это для синусового ритма, эта схема к фибрилляции предсердий не имеет отношения, можно ли здесь использовать другие антикоагулянты, а не ревероксабан, нельзя. Это исследование Компаса, это именно по дозе ревероксабана 2,5-2 раза в день. Еще раз, это для пациентов с атеросклерозом, мультифокальным, высокого риска и синусовым ритмом. Вот эта схема, она есть, она не новая, но здесь произошел апгрейд, повышение класса рекомендаций, и, в общем, я считаю, необходимым напомнить о существовании такой схемы, потому что, как мне кажется, в реальной клинической практике, она используется реже, чем она показана. Следующий вопрос, который у нас очень часто возникает, который возникает у нас, который возникает у вас, это те вопросы, которые мы задаем друг другу, это тактика ведения пациентов с атеросклерозом каротидных, то есть сонных артерий. Ну, самый частый вопрос, какой стеноз считать пневмодинамически значимый? И сразу встречный вопрос, а как вы его оценивали? Уточните у своих специалистов УЗИ, как они меряют стенозы. Существует две системы оценки, вот здесь вы видите, N-A-S-C-E-T, это североамериканская система, E-C-S-T, это европейская система, и с левой стороны вы видите разные дроби, разные отношения по самому широкому участку или по участку стандартному, нерасширенному. Все зависит от этого. Рекомендации наши европейские, они сделаны для стенозов, которые считаются по европейским рекомендациям, по европейским подходам. Поэтому вот эти вот расхождения между американскими стенозами и европейскими стенозами, они условно тем, что считают профессиональные ассоциации по-разному. Поэтому уточните у ваших врачей, у ваших специалистов, как они измеряют эти стенозы. Ну, а дальше вот так. Опять же, здесь нет смысла переводить, поскольку, мне кажется, с буквы сочетания, аббревиатура ОМТ, и она вообще не переводится. Это оптимальная медикаментозная терапия. Здесь все один в один. Ну, а слово ревоскулиризация, мне кажется, оно понятно без перевода. Итак, бессимптомный пациент. Значит, случайная находка, симптомов нет. Что делать? Стеноз меньше 60%. Оптимальная медикаментозная терапия. Ревоскулиризация противопоказана, не показана. Потому что красненькое, класс С, это, как вы понимаете, не надо делать. Зелененькое надо. Итак, стеноз меньше, бессимптомный стеноз меньше 60%. Лечим консервативно, не ревоскулиризируем. Уходя в правую сторону, окклюзия, 100% стеноз, он же окклюзия. Ревоскулиризация не показана, оптимальная медикаментозная терапия, да. И, наконец, 60-99%. Оптимальная медикаментозная терапия, конечно, включая антиагреганты, включая, вы помните, это фактически единственный сценарий, когда в первичной профилактике пациенту без симптомов можно назначить аспирин. Статины в максимальной дозе, до цели меньше, чем 1,4. И вот в этой ситуации мы направляем пациента на консилиум к неврологу, к сосудистому хирургу, оцениваем ожидаемую продолжительность жизни, оцениваем технические особенности операции, делаем, естественно, КТ или МРТ, и решаем вопрос о ревоскулиризации, причем, как вы видите, класс ревоскулиризации 2B, то есть может быть. Это сценарий с бессимптомным пациентом. Дальше. Сценарий с симптомным пациентом. Что такое симптомный пациент? Чаще всего это пациент, который перенес острое нарушение мозгового кровообращения, ну, либо имеет приходящую ишемическую церебральную симптоматику. Опять же, давайте смотреть. Две крайности. Стеноз меньше 50% и окклюзия. Лечи консервативно, ревоскулиризировать не нужно. Средняя зона. 70-99% обязательно. Да, нужно. Первый класс ревоскулиризации. Как ревоскулиризировать? Делать ли каротидную эндортректомию или делать стентирование? Как принято в вашем центре, какой у вас есть опыт? Здесь вот в чем дело. Когда мы говорим о консервативной терапии, ну, мы, в общем, держим в голове, что, наверное, качество аспирина, качество статинов, оно примерно во всем мире одинаковое, хотя, если мы понимаем, что это не всегда так, но тем не менее. Мы надеемся, что эти результаты воспроизводимы. Когда мы говорим о хирургическом лечении, надо понимать, что опыт хирургического лечения в разных медицинских центрах, он различный. Поэтому здесь еще предстоит ответить на вопрос, какова частота осложнений в вашем конкретно центре. Вообще, по рекомендациям, надо оперироваться в центре, где процент переоперационных осложнений не превышает 3%. Узнайте в своем центре процент переоперационных осложнений. Стеноз от 50 до 69%. Ну, как говорится, как начальник скажет. Желательно тоже ревоскулиризировать, но в данном случае класс рекомендаций чуть ниже 2, но мы с вами помним, что это тоже довольно высокий класс рекомендаций. Итак, мы с вами рассмотрели тактику ведения пациентов со стенозом сонных артерий. Очень частый вопрос. Следующая. Стеноз почечных артерий, который чаще всего дает вазоренальную артериальную гипертензию. Давайте читать. Позиция номер один исследования, с которого начинается диагностика, это УЗДГ почечных артерий. Так написано везде и всегда, но мы с вами понимаем, что, к сожалению, УЗДГ почечных артерий методика довольно оператор-зависимая. Не все специалисты ее делают хорошо. Это должен быть хороший специалист, это должна быть хорошая техника. Ну и, конечно, конституциональные особенности пациента. Пациента с тяжелым ожирением сделать хорошо УЗДГ почечных артерий довольно проблематично. Следующий шаг – это неинвазивная КТ или МРТ ангиография. Следующий шаг. Наверняка многие слышали, что рутинная, сразу посмотрим вниз, рутинная ревоскулиризация при стенозе почечных артерий не показана. Классические исследования, исследования конца 2000-х, начала 2010-х годов, исследования Коралл, исследования Астралл, стентирование почечных артерий при атеросклеротическом стенозе не дает существенной выгоды в плане функции почек и в плане артериального давления. Как это ни парадоксально? Поэтому ревоскулиризация для тех пациентов, у которых есть, что значит, критерии высокого риска, резистентная гипертония, рецидивирующий отек легких, вот главным образом, о чем идет речь, плюс жизнеспособность почек. Что такое жизнеспособность почек? Вот она. Несморщенная почка, недеформированная кора, отсутствие альбуминурии, индекс сопротивления меньше, чем 0,8. Вот эту картиночку я даже специально ее не стал переводить, потому что, знаете, если ее переводить, то дальше надо вот там пальчиком водить по всем этим линиям, пытаться ее объяснить, просто мы потеряем с вами много времени. Обратите внимание просто на цвета, на градиент. Итак, оптимальная медикаментозная терапия здесь везде. Да-да-да-да, при любом сценарии оптимальная медикаментозная терапия. А вот что касается ревоскулиризации, обратите внимание, что здесь почти везде ревоскулиризации написано нет. И только в одном месте написано может быть с классом 2А, вот в ситуации, когда есть стеноз больше 70%, и почка жизнеспособна. И плюс у нас есть вот эти дополнительные показания, вон они, high risk features, вот эти вот критерии высокого риска, это как раз резистентная артериальная гипертензия, либо вот эти тяжелые поражения органов в мишени. То есть вот такая непростая ситуация с вазоренальной артериальной гипертензией, с стенозом почечных артерий. Ну что ж, дорогие коллеги, мы с вами, кстати, так довольно в темпе, мне кажется, 50 минут мы с вами работаем, и мы преодолели первую часть нашей встречи, мы в общих чертах обсудили главные, практически аспекты новых клинических рекомендаций по гипертонии, по фибрилляции, по хроническим коронарным синдромам и по периферическому атеросклерозу. Конечно, мы будем в дальнейшем более подробно обсуждать каждый из документов. Вторая часть моего рассказа это так называемые хотлайны, ключевые исследования. Особенность этих исследований, особенность, вернее, даже представление этих исследований, они показываются всегда в режиме реального времени, в прямом эфире, и до того, как спикер в этом огромном зале, он, правда, за буквами Лондон не виден, но просто поверьте, что это огромный зал, в который садится 3-4 тысячи человек, и вот спикер, как правило, это главный исследователь, он в режиме реального времени докладывает результаты исследований. Иногда положительные, а иногда и отрицательные. Итак, давайте посмотрим, что в этом году нам представили. Таких вот больших исследований, которые бы заставили аудиторию просто встать со своих мест и аплодировать, как это было, когда представляли результаты исследования Парадигма по Волцартан-Сокубитрилу, Эмпарек-Ауткампу, Эмпоглифлозину, такого в этом году чуда не произошло, но зато было показано много небольших, но очень таких, как мне кажется, практических исследований. Итак, первое исследование, имеющее отношение к артериальной гипертензии, вновь отвечает на вопрос, правда, на который уже ответили в позапрошлом году, и на который ответ-то мы уже знаем. Когда пить лекарства? Когда таблетки от давления пить? Утром или вечером? И в очередной раз исследователи говорят, когда хотите. Можете утром, можете вечером. С точки зрения прогноза все одинаково. Чем интересно это исследование? Исследование Бед Мед, там была еще, была часть исследования под группа, исследование Бед Мед Фрейл. Фрейл – это хрупкий. То есть, это исследование было сделано у пожилых пациентов в возрасте, среднем возрасте 88 лет. Причем, там большинство этих пациентов было в деменции. Вот, честно говоря, я думал, что у пациентов в 88 лет, еще с деменцией, лучше принимать таблетки утром, потому что, если выпить на ночь, то логика подсказывает, что они будут ночью вставать, вставать в туалет, падать давление, артестатическая гипотония, будут падать, разбиваться. Ничего подобного. Оказалось, что вечерний прием таблеток даже у пожилых, даже у дементных больных не ассоциировано с повышением частоты падений, переломов, в общем, все безопасно. Короче говоря, таблетки надо пить в любое время. Главное, чтобы пациент их принимал. Когда ему удобно, когда вы считаете нужным. Следующий практический вопрос. Я не знаю, бьетесь ли вы за эту отмену с анестезиологами, или не бьетесь, или так как традиционно принято, отменяете ингибиторы АПФ, сортаны перед операцией плановой, или вообще не берете в голову, анестезиологи все делают сами, но тем не менее. Есть такая, была такая позиция, что перед операцией, для того, чтобы уменьшить риск гипотонии, нужно отменять за несколько дней ингибиторы АПФ или сортаны. Нужно ли это делать? Все равно ответило вот это клиническое исследование с точки зрения прогноза 30-дневного. Сюда поместили все, и смертность, и переоперационные осложнения совершенно одинаково. Отменять, не отменять, как начальник скажет, как анестезиолог скажет, в конце концов бороться за это мы не будем. Отмена, не отмена, вернее, блокатора фраз, она сопровождалась чуть большими эпизодами интероперационной гипотензии, но, как вы видите, никакого влияния на прогноз это не оказало. Поэтому можно отменять, можно не отменять, в общем, все равно. Это не стоит того, чтобы это подробно, детально обсуждать. Опять же, для тех, кто занимается переоперационной подготовкой пациентов, как мне кажется, исследование очень интересное. Исследование связанное с прерыванием антиагрегантной терапии. Итак, что это за пациенты? Представьте себе больного, который год назад перенес инфаркт миокарда. У него стоит стенд, и по идее, через год он находится либо на монотерапии аспирином, либо он может принимать пролонгированную, например, двойную антитрабоцитарную терапию. Помните, да? Если год прошел, при этом там есть какие-то остаточные риски, то, в общем, можно еще до трех лет продлить терапию либо клопидогрелом, либо сниженной дозой, там, 60 мг два раза в день тикогрелором. Вот такой пациент. То есть, год прошел с момента ОКС. Пациента нужно оперировать. Внимание, вопрос. Отменять ли аспирин? Или просить хирургов оперировать на аспирине? Первичная и конечная точка, оценка, тут такая вот все вместе, значит, смерть от любых причин, инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз стента. Период с 5 до 30 дней после операции. Отменяешь аспирин? Не отменяешь. Результаты от этого существенно не меняются. Поэтому, как мне кажется, исследование в данном случае очень удачное. Оно говорит о том, что можно у этих больных безопасно отменять аспирин на период до операции, и это приведет к некоторому уменьшению небольших кровотечений. А в остальном разницы большой нет. Так что тоже это такой некоторый подарок, наверное, нашим хирургам, которых мы много лет умоляли оперировать на аспирине, они уже почти привыкли к этому. Вот. Ну вот, как вы видите, можно его и отменить, если после инфаркта или после чрезкожного коронарного уменьшательства прошел год. Здесь речь о хронических коронарных синдромах. Еще одно очень такое интересное исследование, правда, к сожалению, с каким-то непонятным результатом. Вот сразу я раскрыл тайн ключика. Мы с вами привыкли на протяжении уже, наверное, четверти века, что бета-блокаторы у больных с ЭБС наше все. Особенно, если это пациент, перенесший инфаркт миокарда. Ну как? Ну, меня уж точно учили, что если больной перенес инфаркт миокарда, то ты прям вот с первого же дня инфаркта ты ему даешь бета-блокаторы, и дальше ты их продолжаешь неопределенно долго. Зачем ты это делаешь? Ну, потому что учили нас бета-блокаторы обладают антишемической функцией, они лечат сердечную недостаточность, ну и вообще они обладают антиаритмическими свойствами, и вообще для больного после инфаркта препараты крайне полезны. Но шли годы, и тактика ведения больных с инфарктом миокарда, как вы понимаете, за предыдущие четверть века существенно поменялась. То есть больной с инфарктом миокарда моего детства это пациент, которого в лучшем случае лизируют, сделают тромболизис, в худшем случае лечат честностью и порядком. Соответственно, это пациент, у которого умирает большой кусок сердечной мышцы, который уходит в систолическую сердечную недостаточность. Пациент 21 века, точнее, пациент третьего десятилетия 21 века, это пациент, который, как правило, реваскулиризирован, реваскулиризирован быстро, и пациент, который не уходит в систолическую сердечную недостаточность. Но бета-блокаторы, это же наше все, как же мы можем так просто от них отказаться? Но все равно были какие-то пациенты, которые не получали бета-блокаторы, и, в общем-то, наблюдательные исследования показали, что если у этих пациентов, то есть, больных после инфаркта миокарда, не ушедших в систолическую сердечную недостаточность, если они не получают бета-блокаторы, то, кажется, ничего страшного с ними не происходит. Исследование АБИС было сделано для того, чтобы уже в таком рандомизированном контролируемом дизайне ответить на этот вопрос. Можно ли отменять бета-адреноблокаторы пациентам после инфаркта миокарда, у которых не развелась сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса? Итак, взяли 3700 пациентов спустя 6 месяцев после инфаркта с фракцией выброса больше или равно 40 процентов части пациентов отменили бета-блокатор, части пациентов бета-блокатор оставили. Эти пациенты были очень хорошо лечены, обратите внимание, 95 процентов больных ревоскулиризированы, а это не тромболизис, как в конце 20 века, средняя фракция выброса 60 процентов. То есть пациенты с сохраненной фракцией выброса. Вот это результаты. Результаты такие довольно странные. С одной стороны по показателям смерть, инфаркт миокарда, инсульт, различий не было. Госпитализация по сердечно-сосудистым причинам. Маятник хоть недостоверно, но качнулся в сторону продолжения бета-блокаторов. Первичная конечная точка, суммарная, тоже качнулась в сторону продолжения бета-блокаторов и немножко не дотянула до того, что в статистике называется non-inferiority. То есть non-inferiority это такая нехужесть. Исследование должно было показать, статистическая гипотеза, что отмена бета-блокаторов не хуже, чем их продолжение. Ну вот в данном случае до этого критерия non-inferiority не дотянули. Исследователи отмечали, что, конечно, в группе, которые прерывали бета-блокаторы, было выше давление, выше частота сердечных сокращений. Ну, в общем, результаты получились довольно неопределённые. Честно говоря, я и многие мои коллеги надеялись на то, что исследование будет такое однозначное, и бета-блокаторы у этих больных уйдут. Все больше, я говорил, что в наблюдательных исследованиях все больше данных было о том, что не так уж они и нужны. Но всё-таки вот маятник вот этот, он чуточку туда вот качнулся в сторону пользы бета-адреноблокаторов, поэтому, наверное, бета-блокаторы не уйдут в клинических рекомендациях у этих пациентов. Ну, а с другой стороны, есть больные, которым, ну, не очень хочется продолжать терапию бета-блокаторами, ну, например, у них редкий ритм, у них низкое давление, у них там по каким-то причинам нам бета-блокаторы вот не очень комфортны, ну, в этой ситуации, наверное, можно от них и отказаться. В общем, такое исследование с несколько каким-то не очень определенным результатом, потому что формально это исследование отрицательное. То есть, авторы вот написали, видите, тут вот такие сложности с английским языком, я попытался это перевести, стратегия прекращения долгосрочной терапии бета-блокаторами не достигла порога нон-инфериорити, вот это два не в предложении, это нон-инфериорити, это не хужесть, так вот не получилось показать, что вот эта стратегия, она не хуже. Ну, строго говоря, вот так. Поэтому в лечении больных после инфаркта миокарда бета-блокаторы формально, они сохраняют свои позиции. В нашем отделении часто бывают ситуации, когда я прихожу, пытаюсь узнать о судьбе какого-нибудь больного, сделали ли ему плановую коронарографию, и доктор возмущенно мне говорит, ты представляешь, он негодяй, он наелся утром, мы же ему говорили, чтобы он с утра не ел, а он наелся. Делать процедуру натощак, это наше все, у нас все натощак, у нас даже кровь на сифилис берется натощак, а вдруг он там поест и что-то такое, вот нет, кровь на сифилис, на ТТГ, на ВИЧ, все берется натощак. А уж коронарография и подавно. Хотя, казалось бы, экстренные коронарографии делают независимо от того, поел пациент или нет. Но плановое вмешательство, а вдруг что? Это исследование было сделано, чтобы ответить на вопрос, нужно ли выполнять плановое через кожно-коронарное вмешательство натощак? Ответ. Не обязательно. Ну, что там можно было оценить? Прежде всего, конечно, аспирационную пневмонию. Посмотрите на последнюю строчку. Частота аспирационных пневмоний не различалась в двух группах, да их просто не было. Их просто не было, а по общей конечной точке, которая включала в себя еще и гипотонию, гипергликемию, гипогликемию, гипогликемию. Лучше была та группа, которая поела. Я понимаю, что ничего не поменяется, что все равно все делать натощак, чтобы пациент еще помучался, поголодал, там подождал, пока стол освободился. Это наше все. Но, с другой стороны, может быть, не относиться к этому так уж серьезно. Перейдем к обсуждению антитромботических препаратов. И поговорим об антикоагулянтах, но поговорим о новых антикоагулянтах. Последние годы, последние, да практически уже больше 10, да практически 15 лет, мне кажется, добегатран появился, да, в 2009 году в мире, а сейчас уже год 2024. Мы с вами работаем с препаратами, относящимися к группе либо прямых ингибиторов тромбина, либо ингибиторов 10-го А-фактора. Это вся наша с вами современная антикоагуляция. Но каскад коагуляции, он гораздо интереснее, гораздо, так сказать, богаче. И вот последние годы исследователи подбираются к попытке влияния на 11-й А-фактор. Обратите внимание, если 10-й А-фактор, он относится к общему пути свертывания, то 11-й А-фактор – это внутренний каскад. То есть, это реакция на внутрисосудистое повреждение. Блокаторы 11-го А-фактора. Это довольно разнообразная группа препаратов. Это и малые молекулы, асундексиан и мелвексиан. Кстати, в прошлом году мы обсуждали исследование второй фазы по этим препаратам. Это фезомерсен, это антисенс, олигонуклеотид, и это моноклональные антитела. В данном случае, это то, что я выделил, там красное, зеленое, это не значит, что хорошее и плохое, это просто попытки их разделить на подклассы. То есть, иными словами, как минимум 5 препаратов, которые пытаются блокировать 11-й А-фактор, они на сегодняшний день проходят этап клинических исследований. Причем у некоторых эти исследования дают довольно хорошие результаты. Вот эта работа, которая была представлена в прошлом году, Абелоцимап, МАП – это моноклональное антитело у пациентов с февривляцией предсердия. Посмотрите, какое роскошное совершенно превосходство перед реворексабаном. То есть, в принципе, казалось, что эта группа препаратов, она имеет право на существование. Ну вот, исследование крупное, которое было доложено на нынешнем Конгрессе, исследование Океаник, это исследование осундексиана. Это малая молекула, ну, иными словами, классическая химическая субстанция, препарат-блокатор 11-го фактора, который сравнивали с апексабаном. Огромное исследование, по 7,5 тысяч пациентов в каждой группе, исследование было остановлено досрочно из-за того, что осундексиана был, как вы видите, почти в 4 раза хуже, чем апексабан. То есть, количество тромбозов осундексиане было почти в 4 раза больше. Было, естественно, меньше кровотечений. Ну, понятно. То есть, препарат явно слабее. На нем больше тромбозов, на нем меньше кровотечений. Означает ли это, что класс глобально, подход, связанный с блокадой 11-го фактора, он не жизнеспособен? Конечно, нет. Конечно, нет провал одного исследования. В данном случае, ну, это действительно провал, наверное, приведет к тому, что эта исследовательская программа может быть остановлена. Но продолжается исследование по милвексиану, продолжается исследование по моноклональным антителам. Поэтому очень может быть, что через несколько лет, через 3-5 лет, мы с вами будем обсуждать новые результаты исследований. И, может быть, когда-нибудь блокады 11-го А-фактора тоже войдут в нашу практику. Кстати говоря, и прямые пероральные антикоагулянты, которыми мы сейчас пользуемся, они тоже появились не так триумфально и громко. И прежде чем появился добегатран, был провал с препаратом под названием ксимилогатран. Так что вот наш сегодняшний, привычный нам арсенал препаратов, он тоже зашел на рынок, так сказать, не с первой попытки. Вот такая интересная история. Ну и мы потихонечку уже движемся к завершению. Наверное, самое интересное исследование, которое одновременно и имеет практическое значение, и, в общем-то, важно в научном плане, это изучение финно-ринона при сердечной недостаточности с промежуточной и сохраненной фракции выброса. Про препарат феноринон мы с вами очень много говорили. Это новый антагонист минералокортикоидных рецепторов феноринон, эплеринон, похоже по созвучию, но это не стероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов, который был изучен у пациентов с хронической болезнью почек при сахарном диабете. Собственно, этот препарат у нас есть на рынке, мы им уже пользуемся, мы лечим этим препаратом ХБП у больных с сахарным диабетом. Как он работает при ХБП? Он осуществляет свою нефропротекцию за счет антиальдостеронного и антифибротического действия. И, в общем, неудивительно, что этот препарат параллельно исследовали у больных с сердечной недостаточностью, причем взяли, наверное, такую самую сложную популяцию, это пациенты с сохраненной фракцией выброса. Мы с вами помним, что до триумфа глифлозинов в принципе мы не умели лечить ХСН с сохраненной фракцией выброса. Итак, фенаринон при сердечной недостаточности с промежуточной сохраненной фракцией выброса. Критерии включения симптомных ХСН, повышение БНП, структурное поражение сердца. Критерии исключения, естественно, гиперкалиемия, потому что, как и любой антиальдостероновый препарат, спиронлактон, фейплеринон, фенаринон может повышать калий. Две группы, фенаринон против плацебо. У пациентов, у которых в основном, то есть, ну, это пациенты с сохранной фракцией выброса, пациенты, леченные блокадрами РАС, с бета-блокаторами, ну, обратите внимание, наверное, можно это отнести к некой слабости исследования, здесь было всего 13% получавших глифлозины, ну, это понятно, глифлозины стали стандартом лечения ХСН с сохраненной фракцией выброса только фактически в прошлом году. Естественно, это исследование, оно начиналось тогда, когда это не было стандартом. Причем, скорее всего, что здесь получали эти препараты пациенты за сахарный диабет. Скорее всего, было так. Обычно на Конгрессе представляют всегда исследования так неспешно, я говорил, что делается в прямом эфире, ну, стараюсь немножко потянуть время. Так, сначала докладчик представляет картиночку с плацебо, дальше все напрягаются, и он показывает вторую линию. Ну, вот я попытался это сымитировать. Так, как вы видите, феноренон переиграл плацебо. Не какой-то потрясающий результат, это минус 16% относительного риска, но, тем не менее, для пациентов с сохраненной фракцией выброса это, в общем, очень и очень неплохой результат, который, кстати, совершенно сопоставим с результатами исследования по ингибиторам НГЛТ-2 при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Опять же, по ХСН результаты хорошие, на сердечно-сосудистую смертность влияния нет, но, тем не менее, результат очень хороший, и, в общем-то, можно, да, при довольно приличной безопасности, здесь я выделил гиперкалиемия, сообщенная исследователям. То есть, ситуация, когда сам врач, наблюдающий, сказал, что да, вот здесь гиперкалиемия, которая нам некомфортна. 10% на фенореноне против 4% на плацебо. Это достаточно терпимо. Поэтому что здесь можно сказать? Мне кажется, исследователей можно поздравить, потому что это новая ниша для применения, причем не только феноренона, но это и доказательство пользы, на мой взгляд. Эти результаты можно экстраполировать, доказательство пользы антагонистов минералокротикоидных рецепторов у пациентов с ХСН с сохраненной фракцией выброса. Потому что все-таки, несмотря на то, что мы назначали эти препараты, да, мы их назначали, но исследований по эплеринону у больных с сохраненной фракцией выброса не было. Исследовательная доказательная база эплеринона это эмфейзис и эфесус, это постинфарктные больные и больные с ХСН, такой систолической, с фракцией меньше 40. Но по спиронолактону там сложная история, исследование ТОПКАР, которое формально было отрицательным, но как оказалось отрицательным, оно было из-за российской популяции, которая неправильно была включена. Так или иначе, это исследование стало подтверждением необходимости назначения антагонистов минералокротикоидных рецепторов у пациентов с сердечной недостаточностью, с сохраненной и промежуточной фракцией выброса. И в завершение еще одно большое исследование, которое посвящено лечению транстеретинового амилоидоза. Вообще, надо сказать, что на Конгрессе у меня сложилось впечатление, что много довольно обсуждали две проблемы. Первая проблема – это противовоспалительная терапия атеросклероза. Я сегодня показал место колхицина в лечении этих пациентов. Но помимо колхицина, там еще довольно много молекул изучается. На этапе исследования, естественно, Конгресс – это не только какие-то прикладные вещи, это еще и теория, это и какие-то такие сессии, посвященные перспективам. А второе – это как раз лечение транстеретинового амилоидоза. До недавнего времени эта болезнь считалась фактически неизлечимой. Потом появился препарат Тафамидис, он зарегистрирован в России. Конечно, это орфанный препарат, он стоит больших денег, но, тем не менее, Тафамидис существует, и результаты его применения, они, в общем-то, довольно приличные. Препараты для лечения амилоидоза можно разделить на две группы. Я специально сейчас вернулся. Вутрисиран. Сираны – это, как вы знаете, это малоинтерферирующая РНК, то есть это ингибитор синтеза белка. Инклисиран, зилибисиран сегодня мы вспоминали. То есть это вот те самые препараты, которые вводятся один раз в полгода во имя блокады синтеза белка. Так вот, и здесь тоже. Здесь препараты делятся на те, которые влияют на синтез белка, и на те, которые препятствуют его деградации. Дальше, помните, амилоид синтезируется, а дальше он начинает фрагментироваться, и потом, в конечном итоге, откладываться в миокарде. Так вот, Тафамидис – это препарат, который как раз влияет на деградацию амилоида. И авторы этого исследования, и коллеги на сессиях, посвященных амилоидозу, отмечали, что транстеретиновый амилоидоз, по-видимому, является не таким уж редким заболеванием. Скорее, он плохо диагностируется, и на долю транстеретинового амилоидоза могут приходиться вот эти случаи не вполне объяснимой, но довольно рефрактерной сердечной недостаточности у пожилых пациентов. Поэтому вот рассказ про это исследование – это еще, наверное, актуализация проблемы транстеретинового амилоидоза. Средний возраст – 76-77 лет, и обратите внимание, что часть пациентов, включенных в это исследование, уже принимали, получали Тафамидис. Результаты хорошие исследования, положительные. Вутресиран против плацебо препарат работает. Работает он, конечно, лучше у тех, кто не получал Тафамидис, это понятно. Работает он лучше у более молодых пациентов. Работает он лучше у пациентов с не очень тяжелой сердечной недостаточностью, что, в общем, тоже понятно. Это актуализация, наверное, ранней диагностики. Конечно, когда перед нами уже пациент с такой терминальной ХСН, то и театропная терапия, в данном случае действительно и театропная терапия, она, конечно, будет работать хуже. Но я, с вашего позволения, уже не буду дальше останавливаться на подробностях этого исследования. Скорее, это повод порадоваться, что лечение такой сложной болезни, как амилоидоз, оно оказалось осуществимо, и, наверное, к этому мы придем. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Здесь внизу этого слайда мой мейл. Если вдруг останутся какие-то вопросы, либо же я сейчас не смогу ответить на вопросы в режиме реального времени, то вы можете мне на этот мейл отправить что-нибудь у меня спросить, и я вам обязательно что-нибудь отвечу. Итак, я благодарю вас за внимание и постараюсь ответить на вопросы. О чем говорит Татьяна? И так она звалась Татьяна. О чем говорит повышение ренина больше тысячи? Принимает суклубедрил Волсартан, Нарваск, Конкор. Диагноз ХСН, сохраненный фракцией выброса, диабет второго типа. Альдостерон в норме. Татьяна, это очень непростой вопрос. То есть формально вы имеете феномен, который называется вторичный гиперальдостеронизм. Причин вторичного гиперальдостеронизма крайне много, как, собственно, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, вторичная артериальная гипертензия и так далее. Что в этой ситуации делать? То есть я достаточно часто с этим сталкиваюсь, опять же, в силу специфики моей работы, там я занимаюсь вторичными гипертониями и так далее. Что я обычно делаю, вот увидев высокий ренин? То есть я исключаю какие-то явные причины повышения ренина. Ну, знаете, ренинома, вот честно, за 25 лет ни одной не видел. Вот читал, да, сам писал, ни одной не видел. Стенозы почечных артерий – да. Собственно, страдания паранхимы почек – да, что может быть у вашего пациента, поэтому первая рекомендация – посмотрите каким-то образом, если это возможно, ему в почечной артерии. Ну, какая-то внепочечная компрессия. Если нет, то, в общем, угомонить. Этим можно пренебречь. Опять же, понимая, что анализы на ренин сплошь и рядом, когда их смотришь в разных лабораториях, они дают совершенно разные значения. В общем, иногда при исключении явных причин высокого повышения ренина можно просто этим не заморачиваться. Насколько по последним понятиям обосновано значение ингибиторов НГЛТ-2 при ХСН с сохраненной фракцией выброса и без диабета на 100%? Это уровень 1А. Это мы обязаны это делать. При ХСН с сохраненной фракцией выброса, ингибиторы НГЛТ-2 – это 1А, это маст. Это то, что, собственно, было показано, то, что улучшает прогноз этих пациентов. Поэтому да, это обязательно нужно делать. Двигаемся дальше. Что нового известно по практическому применению агонистов рецепторов глюкогоноподобного пептида? Да, замечательный вопрос. Известно по практическому применению агонистов глюкогоноподобного пептида 1-го типа, то, что эти препараты потихонечку пытаются идти в сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Очень неплохие результаты были прошлогоднего исследования, исследования STEP-HF, по-моему, я прошу прощения, если я сплутал акроним, где было показано… В общем, некоторое улучшение – это вторая фаза была. Это была вторая фаза. Это не исследование такого длинного прогноза, но было показано, что в АГПП-1 агонисты, они улучшают, они снижают маркеры воспаления, они снижают… не увеличивают качество жизни у пациентов с ХСН-сохраненной фракцией выброса. Поэтому я думаю, что у АГПП-1, конечно, как и, кстати, вообще у класса инкретина-меметиков, сейчас появится всё равно рано или поздно твинкретин и терзепатит, у них, конечно, очень большое будущее. Это не только сахарный диабет и ожирение, это и, по-видимому, сердечная недостаточность. Ну и, конечно, бывшая неалкогольная жировая болезнь печени, сейчас она называется так, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, это тоже одна из возможных мишеней, по-видимому. У каких больных действительно имеет смысл заморочиться и направить на обследование липопротеина Амалэ? Если открыть наши рекомендации, там написано, что в принципе у каждого человека один раз в жизни можно посмотреть ЛиПи Амалэ. Почему один раз в жизни? Потому что пока что на сегодняшний день, на сегодняшний час это немодифицируемый фактор риска, про который хорошо бы знать, для того, чтобы можно было потом на него повлиять, когда мы научимся это делать. Когда мы научимся это делать, очень скоро. Очень скоро появятся препараты, влияющие на Альпи Амалэ. Но с практической точки зрения, у кого это можно делать? Ну, например, вот из недавнего прошлого, вот две недели назад на обходе я смотрел пациентку. Молодая женщина, 43 года, менструирующая. Общий холестерин 5,5 ЛНП, там что-то такое в районе троечки, то есть не бог весь что. Стеноза сонных артерий 30-40%. Вот у кого. То есть это пациенты, у которых есть немотивированно тяжелый атеросклероз или прогрессирование атеросклероза при отсутствии явных, известных, модифицируемых факторов сердечно-сосудистого риска. Как скоро искусственный интеллект придет в нашу жизнь, и что из доступных программ можете порекомендовать скоро? Ну, как это хочется отшутиться, конечно. Ну, на самом деле придет, да. Он скоро придет, он уже пришел. Что пока сейчас порекомендовать не знаю. Вот правда, я пока по старинке пользуюсь естественным интеллектом. Наверное, когда мне перестанет его хватать, буду использовать искусственный. Но это вот я отшутился. Если серьезно, очень много, кстати, сессий, очень много материалов на Конгрессе, посвященных применению искусственного интеллекта, прежде всего для диагностики. То есть, конечно, это штука, которая поможет обрабатывать лучевые методы диагностики. Там КТ, эхокардиографии и так далее. Вот эта система поддержки принятия решений. Поэтому придет, думаю, что довольно скоро. Простите за вопрос, есть ли оригиналы этих рекомендаций, с каких документов мы перевели. Есть ли один источник. Конечно, Эльмира, один источник есть. Это сайт Европейского общества кардиологов. esccardio.org. Esccardio. Опять же, если сами найдете, хорошо, не найдете, напишите мне на почту, я вам пришлю ссылку. Есть сайт официальный. Там все документы выложены, они абсолютно бесплатные, без, как говорится, без смс, без регистрации на английском языке. Ну вот мы с коллегами моими дорогими, мы их переводили что-то, успели, что-то нет. Но пока, конечно, полнотекстового перевода нет. Как поставить диагноз ХСН сохраненной фракцией выброса, если антипробиенпи недоступен? Алексей, ну, по эхокардиографии. То есть, в принципе, экспертная эхокардиография с оценкой всех показателей, то есть тканевой доплер с оценкой всех показателей диастолической функции миокарда. Это второй вариант. В архиве канала Первая Мед.ТВ можно найти, я очень рекомендую найти лекции профессора Ольги Николаевны Джиоевой, великолепного специалиста по эхокардиографии. Вот мы с ней тоже встречались в этой студии. И вот она как раз очень подробно рассказывает, как работать с эхокардиографом для того, чтобы поставить этот диагноз. Да, слова благодарности. Спасибо, мне очень приятно. Я очень надеюсь, что мы еще не раз увидимся и в студии Первого Мед.ТВ, и не только. Ну что ж, дорогие коллеги, судя по тому, что время последних вопросов, точнее ремарок, это уже практически время актуальное, по-видимому, вопросов больше нет. А это значит, что мне остается пожелать вам хорошего вечера, прежде всего. Спасибо, что эти уже поздние часы вы нашли возможность провести вместе с нами. И до встречи. Будьте здоровы, всего доброго.